МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Самара ГИС вы смотрите программу событий. Я Ольга Морозова. Здравствуйте. В начале кратко основные темы выпуска. Губернатор задумался о здоровье. Глава региона раскритиковал совковый ремонт в больницах и поликлиниках. Джакузи посреди комнаты. История о том, как одна ванна поссорила целый дом. Кому пора запасаться резиновыми лодками? 60 населенных пунктов под угрозой подтопления. Ветели более 60 домов в Самаре, остались без горячей воды. Коммунальная авария произошла около 3-х часов дня на улице Красноармейской. Лопнула старая труба диаметром 700 мм. Сейчас на месте ведутся земляные работы. Движение автомобилей по Красноармейской между улицей Куйбышева и Максима Горького перекрыто. Энергетики обещают устранить аварию до среды. Потребители переведены на временную схему теплоснабжения. Предложено потребителям установить систему теплоснабжения, то есть отопление я имею в виду, на проток с обратным трубопроводом. Так как обратный трубопровод у нас сейчас не поврежден и находится в работе. Техниками тут обеспечены 100%, даже лишнее сюда пригнали. На запас, если вдруг кто-то выйдет из строя, чтобы было кем подменить. Кому запасаться резиновыми лодками? 60 населенных пунктов в Самарской области могут оказаться в зоне подтопления. Повторится ли потоп 2011 года? Каких сюрпризов ждать от рек Самарского региона узнала Марина Кравцова. К тому, чего не миновать, надо подготовиться. Поводок 2013 в Самарской области ожидается сильнее обычного. Март погодных сюрпризов не преподнес, поэтому большая вода придет как положено в середине апреля. Сейчас толщина льда на реках Самарской области варьируется от 23 до 60 сантиметров. Как обещают метеорологи, в этом году Волга вскроется в стандартном режиме. В первой декаде апреля окончательно ото льда главная река очистится в 20-х числах второго весеннего месяца. Снега этой зимой было немного. К тому же он мягкий и рыхлый. Содержание воды в нем ниже нормы. А вот в реках наоборот уровень воды повышен. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия к концу зимы и ожидаемое развитие весенних процессов, максимальные уровни на всех реках области ожидаются выше нормы на 30-93 сантиметра. То есть в этом году паводок ожидается по всем рекам выше обычных значений. Под угрозой потопления почти 60 населенных пунктов. Сильное половодие возможно в 14 районах Самарской области. Самые проблемные – Большеглушицкий, Волжский, Красноармейский и Богатовский. В первую очередь опасность грозит дачным участкам, расположенным вблизи рек. Сотрудники МЧС советуют садоводам быть на щеку. Подняли продукты из-под поля наверх. Самые ценные вещи перебазировали в безопасные места. Документы заранее поместили в непромокаемую какую-то тару. Ну и непосредственно в период наступления половодия паводков внимательно относились к сигналам оповещения. Сами спасатели паводок готовы встретить во всеоружии. Скомплектованы две подрывные команды и еще одна в резерве. На готове малая авиация. Оборудованы пункты временного размещения граждан. 13 и 14 марта действия в период половодия отточат на учениях. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Иногда половодие не зависит от времени года. Ванна с джакузи посреди квартиры доставила соседям проблем. Справедливости есть. Всего 4 года судебных тяж. А потом еще 4 года, чтобы заставить ответчика исполнить решение суда. Жители улицы Карла Маркса стали жертвой перепланировки. В подробностях многолетнего потопа разбирался наш корреспондент. Дождь с потолка, шум воды по ночам. Эти коммунальные явления происходили в квартире Лидии Сергеевны больше 10 лет. Причем лилось не только в санузле, но и в спальне. К постоянному ремонту пенсионерка уже привыкла. Мы уже не можем. У нас углы все почернили. Мы сделали ремонт. 6 месяцев тому назад сделали. Но пришел сын, фотографировал. Вот эти вот все заливы были раньше. Все потому, что сосед сверху сделал незаконную перепланировку квартиры. На манер голливудских фильмов. С ванной посреди жилой комнаты. Две квартиры на пятом этаже их владелец превратил в пятикомнатный дворец. Снес несущую стену, а место спальни сделал ванную комнату с джакузи и душевой кабиной. Убедившись в бессмысленности уговоров, пенсионерка подала на соседа в суд. На судебные слушания ответчик не являлся. Документы на перепланировку из БТИ не предоставлял. Следует из объяснения железнодорожного суда. Решение меж тем было в пользу пострадавшей пенсионерки. Суд присудил восстановить прежнее состояние эту квартиру. Вот он 4 года, уже 5 лет, он ее не восстанавливает, без конца жумит. Мало того, когда решение вынесли, он мне суда вышел, сказал, «Тюль, Лида, я тебе устрою». Что устроил? Взял пенсионер старого образца, поставил нам на лоджию, провел. У нас шум к нам идет». Последнее решение суда было вынесено в 2008 году. Исполнять его ответчик не спешил. Судебным приставам пришлось наложить 8 административных штрафов. В итоге дело о незаконно установленной ванне все же сдвинулось с мертвой точки. Он выплатил деньги, в конечном итоге понял, что придется ему работать на штрафы. В настоящий момент он в этой квартире не проживает, там находятся строители. Они восстанавливают перегородки. Убрали душевую кабину, что знает. Тут процесс пошел. Я думаю, в ближайшее время это испанское производство будет окончено. Отстоять свои права на тихую и сухую жизнь в собственной квартире Лидии Ефременковой все же удалось. А вот что делать с чужим кондиционером на своем балконе, пенсионерка пока не знает. Может, снова придется идти в суд. Надеется, эта проблема не обернется многолетними тяжбами. Марина Кравцова, Владислав Манин, Дмитрий Тарасов. События. Сколько из незаконной ванной воды утекло, остается только догадываться. Квартплаты счет любят. Должникам за коммуналку не дадут спокойно завтракать и ужинать. С 7 до 9 утра и с 7 до 10 вечера по будням на домашний телефон им будет звонить робот. Автомат напомнит о задолженности. Новый способ борьбы с коммунальными долгами в Самаре используют совсем недавно, но он уже себя оправдал. Из 10 звонков 3 имеют положительный результат. Люди вспоминают о долгах, чтобы спокойно завтракать и ужинать. О долгах напомнят и тем, кто не платит налог на имущество. Жители Самары не торопятся регистрировать собственность. В списках должников по земельному и по доходному налогам полтора десятка организаций, в том числе предприятие «Волга-Бурмаш» задолжало в городской бюджет более 70 миллионов рублей. Лариса Шалфас подробнее. В доме на улице Новомайская Ирина Коровкина живет с рождения. Переехать из частного сектора никогда и не думала. Земельный налог, уверяет, всегда платит исправно. Но документы на имущество начала оформлять недавно. У нас все-таки участок земли такой, 7 соток. И, конечно, мы оформили в собственность. Мне кажется, это надо делать. В принципе, мы тоже оформили не так давно. То есть долгое время жили без всякого оформления. В Октябрьском районе таких ответственных жильцов немного. Более полутора тысяч домов жители частного сектора так и не оформили в собственность. Земельные участки многие из владельцев получили еще в 60-е годы. А вот построенные дома оформлять не торопится. Даже сложно представить, сколько за это время недополучила городская казна. Даже с участием полиции и участковых жители не предоставляют документов на право пользования землей и имуществом. При этом владельцы домов пользуются всеми ресурсами. Как доложила глава района Алла Волчкова, у всех есть вода, свет и газ. Чтобы разобраться в ситуации, первый заместитель главы города Юрий Ример предложил подключить к решению проблемы ресурсоснабжающей организации. Основанием для заключения договора ресурсоснабжающей организации является наличие энергопринимающих устройств и подтверждение прав собственности на участок. Это требование закона. Значит, а заодно убедимся, что нарушает ресурсоснабжающей организации закон при заключении договоров или нет. Бороться со злостными нарушителями в районной администрации предлагают на законодательном уровне. Регистрацию имущества нужно сделать обязательной. Тогда собственники охотнее начнут оформлять свои дома. С такой инициативой городские власти планируют обратиться в Самарскую думу. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Владельцы незаконных ларьков не платят ни копейки налогов. Самарцев пытаются приучить к сервизовной торговле. За последние два года с улиц города убрали более трех тысяч незаконных киосков. Ликвидировать все ларьки никто не собирается. Ей задача навести порядок. Упорядочить планируют и торговые ряды на пересечении улицы Гагарина и Мяги. Эту новость не все жители восприняли с энтузиазмом. Здесь временами вообще невозможно пройти и запахи и прочее. Поэтому я считаю, что, наверное, надо цивильно уже организовывать торговлю. Если бы там было в ларьке, чтобы руками не хватали. А следующий, кто знает, он, может, больной человек. Без перчаток попробовать, посмотрели, положили. Раз, антисанитария, конечно, чтоб снесли. А так они мне не мешают. Мне удобно, я живу в этом доме. Вышла и купила все, что мне надо. Я понимаю, если грязно очень от них, конечно, их надо убирать или менять хозяев. Мусорные баки отремонтируют. Более полутора тысяч контейнерных площадок в Самаре нуждаются в ремонте. Такие цифры озвучили на заседании рабочей группы при комитете ЖКХ городской думы. В этом году в очереди на ремонт 400 площадок. Сейчас департамент благоустройства вместе с администрациями районов определяет объем работ. Уже обследовали контейнеры в железнодорожном, Самарском, Октябрьском, Ленинском районах. Еще один важный вопрос содержания. За контейнерные площадки теперь должен отвечать перевозчик. Он может брать арендную плату за это имущество жильцов, что со временем может привести к росту квартплаты. Депутаты с таким решением не согласны. Не было необходимости передавать все это именно перевозчику. Да, пускай это будет муниципальное предприятие, но не перевозчик. К этому вопросу мы еще вернемся. Отдельным будет заседание рабочей группы по этому поводу. Депутаты взяли мусорные контейнеры под свой контроль. Как можно решить сложившуюся ситуацию, народные избранники обсудят на очередном заседании рабочей группы. К другим темам. Каждый четвертый житель региона недоволен качеством медицинского обслуживания. Минздрав области подвел итоги модернизации. В нашей медицине надо много менять, отметил губернатор Николай Меркушкин. Разговор главы региона с врачами продолжался более четырех часов. Подробности у Алексея Захарова. Плесень в гематологическом отделении первой детской больницы впечатляет. Она образовалась здесь после ремонта. Не прошло и пары месяцев. И это не все недоделки. В отделении онкогематологии не доделана вентиляция. Что для этих больных, в общем-то, одно из важнейших условий лечения, пребывания и, так сказать, результата. Вентиляция недомонтирована. Ремонт во многих клиниках области сделан некачественно. Мы неэффективно используем бюджетные деньги, делает вывод губернатор. В нашем регионе 22% населения не удовлетворены качеством медицинских услуг. И это уже после реформы здравоохранения, на которую в прошлом году в регионе потратили почти 40 миллиардов рублей. А в 2013 планируют потратить и еще 46. Это превышает расходы на здравоохранение в Германии или других развитых странах. Кроме того, глава региона привел вопиющие факты. Якобы сотрудников скорой помощи низкие зарплаты довели до того, что они вступают в сговор с похоронами бюро. Есть случаи, когда ритуальное агентство приезжает к живым пожилым людям раньше медиков. Последним остается только зафиксировать смерть. Руководители некоторых больниц уже давно не врачи, а бизнесмены. Питер бензина в некоторых учреждениях были лоты, покупали по 74 рубля. Понимаете, о чем это говорит? То есть здесь уже ни стыда, ни совести, все за пределами. А средние закупки примерно 35-36 рублей. А оптом закупали, можно было закупать по 25-26 на лет. И много-много подобного рода вопросов. Средняя зарплата самарского медика около 20-ти тысяч рублей. Молодежь такими деньгами не прельстишь. Плюс очень напряженный график. Еще и пациенты могут просто побить сотрудника скорой помощи за то, что приехал слишком поздно. В итоге врачей просто не хватает. Кадровый голод сильнее с каждым годом. Обеспеченность на 10 тысяч населения врачами составляет 39,7. Средним медицинским персоналом 77,6. Следует отметить, что обеспеченность населения Самарской области врачами и средним медицинским персоналом ниже показателей по Российской Федерации. Губернатор заявил, что ситуация в области здравоохранения должна выправиться к 2015 году. А к чемпионату мира по футболу мы должны успеть решить все серьезные проблемы, связанные с медициной. Алексей Захаров, Владислав Манин. События. Курортная лихорадка охватила самарцев. Срочно отправиться туда, где всегда нужен кондиционер. Такое желание посещает все больше горожан. Впереди майские праздники и лето, которое, обещают синоптики, будет жарким. Где можно отдохнуть комфортно, недорого, а главное и безопасно, выяснил наш корреспондент. Министерство иностранных дел России заявляет, отдых на курортах Египта может быть опасен для вашего здоровья. Социальная напряженность на родине сфинкса не спадает. Под раздачу могут попасть и туристы. А наши соотечественники за границей часто склонны игнорировать экстремальные ситуации. Безопасно сейчас в Турции, Греции, во всех европейских странах. Например, втроем отдохнуть в Италии стоит 66 тысяч рублей за неделю. Специалисты МИДа рекомендуют заранее сделать ксерокопию за грандпаспорты. Участились случаи, когда россияне теряют документы. Потом очень сложно их восстановить. Перед тем, как ехать в ту или иную страну для отдыха, хотя бы вкратце, поверхностно изучить культуру той страны, основные законы, обычаи этой страны. Перед заграничным отдыхом следует проконсультироваться у медиков на предмет прививок. Инфекционные заболевания есть во всех, даже самых благополучных странах. Например, холера, ее родина Африка. И тем не менее, за последние несколько лет заболевания холеры были зарегистрированы в 109 странах мира. На сегодняшний день около 2,5 миллионов переболело этим инфекционным заболеванием. Заболевание является очень серьезным. Как говорят туроператоры, на майские праздники практически все путевки за границу забронированы. Самое время позаботиться о летнем отпуске, который прекрасно и недорого можно провести в России, в том числе на Самарской земле. Экскурсии по нашей губернии в последнее время становятся все популярнее среди россиян. Будущее за аграрным туризмом. На развитие этого вида отдыха в 2013 году планируют выделить 9 миллионов рублей из областного бюджета. Алексей Захаров, Сергей Баскин, События. Как в Испании всех угощают паэльей, так и у нас блинами. В этом году их хватит на всех, обещает власть Самары. На площади Куйбышева на Масленицу выпекут порядка 25 тысяч блинов. Тут же можно будет растрясти все набранные калории, танцы, конкурсы, народные забавы. С 8 утра до 9 вечера движение транспорта вокруг площади Куйбышева будет перекрыто. На Масленичные гульяне будут дежурить все экстренные службы города. Впервые в этом году праздник продлится до самого вечера, до половины седьмого. Начнется все в полдень. Широкую Масленицу будут отмечать по всему городу. Всего будет организовано 90 площадок. Во дворах сотрудники ТОСов будут разливать чай из самоваров и угощать всех блинами. Мы в последние годы многое делаем для того, чтобы такие традиции общения соседей, традиции дружбы, они были возобновлены. Большое количество мероприятий пройдут в обновленных дворах, которые прошли реконструкцию по программе комплексного благоустройства. Самарцам есть к чему стремиться. В прошлом году в Крыму на Масленицу был установлен очередной рекорд. Судакены пекли башню из блинов человеческий рост. На это ушло 37 килограммов муки, 100 яиц, 20 литров молока, 3 кило сахара, 6 литров масла и 300 граммов дрожжей. Блины пекли целые сутки, а съели меньше, чем за час. Съедобную башню уже внесли в Книгу рекордов Украины. Продолжение следует...